Праздник Или слуга двух господ Николаевские зрители, мне кажется, соскучились по классике И они ее получили Зал был полон, принимали хорошо Вот со мной как раз сидят люди, которые участвовали в этом спектакле Режиссер-постановщик Василий Цимбал Марина Васильева, которая исполняла роль Беатричи И Труфальдина Александра Заруба Я бы так хотел, чтобы с этого спектакля Вот первые аккорды пошли, музыки, итальянской, тарантелло Так сразу в зале захотелось, вот так вот Я хотел, чтобы мы это настроение продолжили в этой передаче Мне кажется, что у вас в жизни уже сейчас, после этого спектакля Какие-то теплые времена наступили или нет? Да, действительно наступили Прошу прощения, коллеги, что я начала говорить Наступили, наверное, с первой минуты репетиции этого спектакля Потому что, во-первых, очень пьеса интересная Интересная для артиста Пьеса, которая делает артиста богаче Потому что яркие характерные образы ее насыщают И мы, работая над ней, получали огромное удовольствие Плюс наш режиссер-постановщик Василий Цымбал Создал нам настолько настроение Какого-то такого праздника В хорошем смысле этого слова Творческого праздника Настроение какой-то такой игры, импровизации И вот этот творческий процесс прошел для нас Как-то кажется, очень быстро, очень легко И в очень хорошем, таком позитивном настроении Ну и плюс премьера, которая удалась И теплые зрительские аплодисменты И зрительский смех Одним словом, эта премьера вот Прошла уже несколько дней Она с нами, у нас прекрасное настроение Мы уже ждем следующих показов И для того, чтобы подтвердить ваши слова, Марина Давайте посмотрим нарезочку из этого спектакля И настроимся на хороший и теплый разговор Такой буфонадный Пожалуйста Такой буфонадный И с ней в сердце Я вас узнаю Ну что ж, мы две Прошу, не выдавать Ничего Причемное приветство Приветствую тебя Очень рада Приятно, холодновато Просите, а нам меня успешно Кто-нибудь зовется? Федерико Распони Из Турина Он праняется вам Сейчас он здесь меня послал Возьмите, можно ли я ему сюда ебиться? Довольно с вас Угодно, значит, еще что Итак, вернусь И значит, что Погоди со мной Поговори Вы сердитесь Но я добьюсь Но я добьюсь улыбки При вас могу я только-только плакать Приела Верь Ну почему же сразу не признали случиться? С мужчинами ленив, но с девушками лобок Чтобы интересным быть я знаю, почему лобок Ах да, надо платье мне промеркнуть Ах да, надо платье мне промеркнуть Все это отрывочно Может быть, так непонятно Одно к одному, как стыковывается Но ощущение такое Все-таки есть Ну какая атмосфера была в этом спектакле Не правда ли, да? Василий Мы же это уже канонически Мы знаем, что Если берут классику режиссеры То для того, чтобы протянуть мосточек оттуда С 1740 года Сюда в наш век уже В другой век Вот В наше время Почему именно эта пьеса вас заинтересовала? Почему вы решили ее поставить? Ну, действительно, вы совершенно правы Вопрос актуальности драматургического материала Всегда стоит перед любым режиссером в первую очередь, да? Потому что пьесы разные Идеи разные И даже если пьесы классические То в них есть различные темы И режиссеру, прежде чем брать любую пьесу для обстановки Надо понять Насколько она может быть актуальна Для сегодняшнего зрителя Зрителя 21 века И какие из тех мыслей и идей Которые там заложены Могут быть созвучны сегодня Настроением тоже современного зрителя И именно поэтому я сегодня взял Вот эту пьесу Ну, во-первых, хотелось хорошую комедию, да? Хорошую комедию, написанную прекрасным языком И переведенную прекрасным языком Что немаловажно, да? Материал итальянский Переведенный на наш язык Это очень важно Насколько четко это сделано И насколько красивый литературный язык Заложен в самой пьесе Вот И, конечно же, актуальность Понимаете, в чем дело? Очень сложная жизнь у нас сегодня, да? Никто не будет, я думаю, это отрицать И бывает так, что у людей опускаются руки Люди уже не знают, как им дальше жить Как бороться с трудностями А нам хотелось, чтобы Придя в наш театр, на нашу постановку Слуга двух господ Люди увидели на примере наших веселых, неунывающих героев Что если человек нахозчивый, если человек смекались, если человек мужественный Если человек смелый, он всегда добьется своей поставленной цели и достигнет своей мечты Понимаете, ведь неунывающий Труфальдина обретает и счастливую судьбу И свою половинку в служанке Смиральдине, да? И, так сказать, устраивает свою жизнь Хотя ему приходится бороться с разными трудностями, да? И перипетиями Беатрича, девушка, да? Собственно, идет на перевоплощение На переодевание в мужской костюм Едет искать своего возлюбленного И, в общем-то, добивается встречи с ним, да? Достигает своей цели И, собственно, и все герои Точно так же Флоринда ее возлюбленный Мужественный человек, который преодолевает препятствия Преодолевает какие-то невзгоды И Смиральдина То есть все, практически все герои этой пьесы Предстают перед нами в виде, действительно, смелых нахозчивых людей Помните, как было в старой песне, да? Кто весел, тот смеется Кто хочет, тот добьется Кто ищет, тот всегда найдет, да? И в данном случае нам именно это и хотелось показать зрителям Сказать об этом нашим зрителям нашего спектакля, понимаете? Вселить в людей надежду И подарить им позитивные минуты, понимаете? Подарить им какой-то хороший настрой И психический, и эмоциональный, понимаете? Чтобы люди, выходя из нашего спектакля Были, наверное, в приподнятом каком-то настроении Ну и, конечно, поэтому мы выбрали, в общем-то, с одной стороны Определенные эстетические какие-то приемы комедии дель арте, да? Собственно, и Гальдони, когда писал, он делал отсыл определенной комедии дель арте, да? И с другой стороны, мы все-таки обозначили Несколько в стилизованном виде все-таки эпоху XVIII века Потому что я не хотел придерживаться таких некоторых тенденций Когда, ну, пытаются подойти к зрителю путем, так сказать, осовременивания Знаете, переодевания в джинсы, включение какого-то сленга современного Мне кажется, что это несколько... Классику классические выключают Нет, я бы не сказал, что классические Просто я не считаю, что, беря хороший литературный язык Или хороший, как бы, материал Его нужно коверкать для некого заигрывания Ведь можно добиться нормального современного разговора со зрителем И без таких приемов Достаточно только сделать то, что делали мы Мы просто старались сделать таким темпоритм спектакля Чтобы он был созвучен темпоритму понимания сегодняшнего зрителя XXI века Понимаете? И, естественно, огромное количество мы уделили актерским импровизациям Хорошо Да, понимаешь, да? Хорошо, мы на эту тему давайте все вместе поговорим Потому что я бы не хотел, чтобы вопрос-ответ, вопрос-ответ А вот давайте все-таки... Ну, вот сейчас вот Александр Заруба может прекрасно рассказать Какие у него были творческие находки Вообще у каждого из наших артистов, это было очень приятно Была масса творческих находок Так что коллеги, я думаю, расскажем Но сначала вот то, что я ловил себя Какие мысли у меня появлялись, когда я начал и смотрел этот спектакль Ну, во-первых, все-таки Вот никуда не денешься Из всей той классики, да? Которая тогда была Господа и слуги Правда же? Да Разные сословия Это же сейчас очень... Вот это присутствует сейчас у нас Уже нет такого понятия средний класс Уже появилось вот это И это тоже очень главное Люди на эту тему думают И я думаю, что если будет сидеть зритель, к примеру, разный У кого 4 тысячи гривен в кармане А у кого 400 тысяч, они же будут воспринимать по-разному Не правда ли? Говорите Я не знаю, я не думаю на самом деле Почему? Потому что идея, заложенная режиссером в наш спектакль Смелость и находчивость помогают людям обрести свое счастье Добиться своей цели Это касается абсолютно всех И богатых, и бедных Кто-то ищет любовь, кто-то ищет деньги Кто-то ищет возможность заработать Кто-то делает карьеру У каждого своя цель Но добьются своей цели только те, кто искренне С большой, широкой, доброй душой И очень старательно стремится к этой цели Вот, собственно, об этом пьеса Я думаю, поэтому она доступна пониманию И близка абсолютно всем категориям населения Тем более, что в пьесе есть именно разные слои населения Ведь первая реплика Труфальдина, какая у нас Я съеду глупый прост Я вышел из народа Я вышел из народа И многого добился Вот это же интересно А с другой стороны, понимаете, у нас есть Беатричи И есть Флоринда Которые стоят по пьесе на другой ступеньке Социальной лестницы Все такие благородные господа Но они точно так же жаждут любви И точно так же сталкиваются с трудностями И каждый из них И Труфальдина со Смиральдиной Как представители, будем говорить, простого народа И господа Все ищут чего-то Понимаете, кто-то ищет любовь Кто-то ищет достаток У каждого свои проблемы Но они добиваются своих целей Хорошо Вот вместе с Труфальдиной Вместе с Александром Зарубой Саша, у тебя не было такое ощущение Когда ты играл, репетировал Чтобы тебе хотелось все-таки стать Твой персонаж Которого ты играешь Стал немножко рано А к чем-то даже и привисел Своего господина или госпожу Я думаю Самоотношение к тому Как ты относишься к данному сложению Слуга ты или господин Это не имеет значения Главное, какие цели ты преследуешь Слуга, вот мой Труфальдина Он преследует одну цель Ему хочется всего лишь покушать И чтобы его любили Мне кажется, для него это две вещи Которые самые главные Для него не важно Где, когда Для него что Что он чувствует в этот момент Поэтому он соглашается служить Двум господам Потому что он хочет хорошо кушать И чтобы его, конечно же, любили Саша Но для того, чтобы Такие авантюрные вещи делать Твоему герою, да? Надо что-то же вот здесь иметь Не правда ли? Конечно, конечно Поэтому Поэтому он и говорит Я с виду Слушайте А вот все же остальные там Панталоны и так далее Разве ты можешь сравниться Твой герой может сравниться С этими людьми Он же разумнее, я так думаю Правда же? И чем Не упрощенной Вот это О чем ты говорил А второй план Что ты все-таки личность Это присутствует в твоей игре Нет, вы знаете Мои партнеры настолько хороши Что Мне удавалось Всего лишь Любоваться В этот момент Вот в период репетиции В самом спектакле Знаете, когда ты выходишь И твой партнер Дает тебе такой посыл Что ты не чувствуешь Никакой игры Ты в этот момент Переживаешь ему Живешь вместе с ним И кажется Один воздух ведь у нас На двоих С этим партнером В любой сцене В какой бы ты ни был Как бы ты к этому не подходил Но Я всегда Хотел всего лишь Прислужить господам Но В этом всегда Я искал Какую-то маленькую Изюминку Зацепить Чтобы быть интересным Конечно же Нашему зрителю Хорошо Теперь вот давайте Вот о чем говорить Мы же привыкли здесь Играть пьесы Современные Или близкие к этому Там просто все понятно Вот люди такие ходят Здесь же и костюмы Сразу же скажите фразу Хорошая фраза Художнику по костюмам Да Здесь же и не только костюмы А как в них двигаться Как ходить Вон Марина Раз И такие длинные волосы Я еще подумал Марина А как Я сегодня подумал Передать передачу И думаю Юлки-палки Как снять этот парик И Показать Блонду свою Да Но я еще подумал А вдруг бы ты Носила бы Короткую стрижку Получилось бы Ну ничего Меня бы не назначили На эту роль Или надо было Второй парик надевать Да Вот как эти происходили Вы актеры Как вы от режиссера Получали эти посылы Когда у вас Очень много разных Интересных придумок Вот Марина Что самое интересное Вот у вас Точнейшая роль Очень отбрасывается Все постороннее Рисунок Очень точный Без излишеств Без ничего И жесты Придуманы А может даже По-настоящему И один жест Сделайте мне вот так Оп Вот вы так делаете Оп Я еще так могу Вот Вот эти короткие жесты Этот жест Мне кажется Открытая рука Это вы и зрителя И актерам Даете возможность Чтобы они к вам Хорошо Относились Тепло И правда же Это жест Не прошения Это жест Приглашения К этому К дружбе Так это все было? Скажу Да Скажу в первую очередь О художнике по костюмам Это Елена Рыкусова Очень талантливый художник Очень Она же и художник по декорациям Да Поистине театральный художник Она придумывает костюмы яркие Насыщенные большим количеством декора Что соответствует естественной эпохе Костюмы к эпохе близкие Но они стилизованы И костюмы очень функциональны И удобны артисту Конечно спектакль мы делали В очень-очень сжатые сроки На такую постановку При таком огромном количестве Задействованных актеров в спектакле На постановку необходимо два месяца А то и два с половиной А у вас сколько было? У нас был месяц Такие вот условия Да Жесткий у вас художественный руководитель У него есть на то свои причины Конечно же И наш зритель соскучился За хорошими, яркими Интересными спектаклями В этом была необходимость Костюмы появились Достаточно поздно Цеха отшивали Огромное количество костюмов Работали день и ночь Без выходных Это абсолютно серьезно И мы получили эти костюмы Перед самой премьерой Там за несколько дней И мы их осваивали В короткие сроки Но это нам не помешало Отработать так Как мы отработали Во-первых, мы работали С режиссером-постановщиком Который изначально Нас настраивал на то Как должен работать Тот или иной персонаж Какими манерами Опять-таки наделен этот человек Мы работали с тренером по фехтованию Он же Тренер по этикету Тренер по этикету Все вот эти вещи отрабатывались Да, это Игорь Сурков Да, Игорь Сурков А что-то из школы Пригодилось? Конечно, да Он приезжал к нам из Харькова Безусловно Пригодилось и то Что мы когда-то проходили В учебных заведениях Но вы понимаете Что в одну Не каждый день бывает такое Да, и в одну и ту же эпоху В разных странах Жесты могут отличаться Поэтому вот этот разговор жестов Мы его постигали И мне кажется Нам это удалось И эпоху показать Да, и быть понятными зрителю Опять-таки Владение оружием Владение Работа со шляпой Тоже немаловажный момент Моменты приветствия И выведение оружием В костюмах Я подчеркну Да, да, да В костюмах той эпохи Да, ты же не каждый день Носишь этот камзол, правда? Да, одно дело Когда ты фехтуешь В каком-то тренировочном Да, костюме Да, да Дело, когда вот Марине пришлось одевать Костюм 18 века Да, и ее партнеру Александру Лукину Такой же И очень большая Серьезная сцена была Фехтование Мы ставили ее Очень долго Выверяли Потому что мы Я рассчитывал Мизансцену этого боя По географии Будем-то говорить Этого боя По всей сцене Плюс, так сказать Какие-то Поднятия наверх То есть работа Там была На разных уровнях И им пришлось Очень много Артистам поработать Чтобы были То, что вы понимаете Бой Это Даже сценически Это довольно опасная Такая Составляющая Спектарля И здесь Было необходимо Очень четко Рассчитывать Удары Движения А плюс костюм Я здесь Поддержу Марину Викторовну В том Что Наша художница Ответственно очень подошла С самого начала К моментам Функциональности Данных костюмов Вот чтобы людям Было удобно Двигаться в них Удобно фехтовать Удобно бегать Удобно прыгать К тому же Саше Зарубе Он не даст соврать Ему приходилось Там так кувыркаться Прыгать Вот об этом Да Я Я Ну вот заметно Что спортивного вида Хлопчик Правда же Чи не Да Сидакли Вообще на пользу пошел Чем-то занимаетесь Таким Ну да Ну видно же Это же не только Сундуки тягать Которые пустые Не ну конечно Да Я с детства занимаюсь А перепрыгнуть Они пустые Вы не представляете Какие они тяжелые А они тяжелые Да Тяжелые А что вы думаете Натуральное дерево С деревом Он один раз Вот Как пупунул его А он перевернулся Так он еще какую-то реплику сказал Какого-то Мол Хрена Переворачивайся И поставил его на место Понимаешь Ну это так получилось Просто Действительно были Короткие сроки Для постановки И в последний день Когда уже перед премьером И репетировали Получилось так Что появился свет И как раз Было замечание Василия Алексеевича О том Что я когда Растаскиваю эти сундуки Я закрыл свет И для этого Нужно было поменять Немного мизансцену Но как репетиции У нас не было Другой В связи С маленькой травмой Ну то ничего Остального Такого страшного Все остались живы Никто не построил Да Поэтому пришлось Чуточку по-другому Его ставить И в связи с этим Он по-другому Стал И перевернулся Но Это же Новшество Это вот такая вот Импровизация Которую нужно отработать На зрителя Ну и вот Пришлось бы отрабатывать Добавлять Немножечко Гальдони текста Сцена Это жизнь И на сцене бывает Всякое И мы эту жизнь Проживаем каждый раз По-новому И один спектакль На другой не похож Поэтому это прекрасно Когда что-то новое происходит Даже если сундук перевернулся Да нет Вот вы говорите Что короткий срок Я посмотрел Вот в начале спектакля Может от того Что это премьера Оно немножко Чуть-чуть-чуть Так вот Не связывалось А потом покатилось Покатилось И покатилось А почувствовать Зрителя момент Да Первого зрителя Почувствовать И Да Заладить вот этот вот Контакт И убрать вот эту вот Стену между нами Условную Да В виде рампы Конечно А как вы на сцене Относитесь к зрителям Что у вас в это время К зрителям Да Я вам скажу Он ваш друг Враг или как Только друг Друг который Желает На нас смотреть Желает получать удовольствие От нашей работы И наша задача Его очаровать Не разочаровать И подарить ему Настоящее удовольствие Саша А ты ощущаешь Сопротивление Зала когда-нибудь Или нет Ну не знаю Как насчет сопротивления Вы знаете Я более открытый человек И я стараюсь Многие зрители Кто меня знают Кто часто ходит На спектакли С моим участием То есть они знают Что я Вот такой Очень сильно Эмоциональный Я открытый Я полностью Даю свою энергетику И сложно Спектакль Пройти полностью Тогда когда Ты не получаешь В ответ Но мне Удавалось Возможно Из-за того Что я вот Такой открытый Специфический Человек Который просто Хочет дарить Улыбку Радость Вот поэтому Ты спектакль Проживаешь Как на одном Дыхании Потому что Чувствуешь дыхание Зрителя Который вместе С тобой переживает Улыбается Радует И ты получаешь Еще 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 Долю эмоций И ты просто Скажем так Париж на сцене На нашей премьере Был потрясающий зритель Хочется очень добрые слова сказать В принципе Всегда наши гости Отмечают Что Николаевский зритель Очень радушный Мы своего зрителя Хорошо знаем Но Он С такой добротой К нам вот пришел С таким желанием Повеселиться Вместе с нами Это так чувствовалось И честно говоря Вот этот момент Привыкания К тому что Зрительный зал полон Он был достаточно коротким Мы почувствовали Насколько зритель Заинтересован В том Чтобы вот посмотреть Этот спектакль Турфальдин Или Слуга двух господ Это добавляло нам Задора Куража актерского Мы чувствовали Эту связь Зритель у нас Потрясающий Ну и потом я вам скажу Что понимаете Если мы говорим О комедии положений Да Любой комедии положений А тем более Итальянской комедии Дель арте То Максимально важно Как бы Чтобы на сцене Действие было Непрерывным Чтобы зритель Постоянно следил Что происходит На сцене Вот И материал Дает эту возможность Мы старались Максимально Задать темп ритм Вот недаром Мы взяли Тарантеллу Да Как основу Лейтмотив Спектакль Потому что Настолько Темпоритмичный Танец Настолько Темпоритмичная Музыка Которая Которая Задает Ритм И темп И актерам И зрителям Наверное Где-то То есть Мы понимаете Чтобы И непрерывное действие Одна ситуация Меняется Следующая 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 Вот это то Что очень-то Кстати Привлекает В подобного рода Материал Ну что Нам показали Что осталось Две минуты Я просто И я что-то не верю Что мы 25 минут Проговорили Но раз показали Значит будем закругляться Но я же Не сказал Знаете Что я не сказал Самое главное Что я не люблю Когда в театре Со сцены Очень громко кричат Когда темпориты Делают за счет того Чтобы вот Чем больше крикнут Тем быстрее Это все Будет такой накал Конечно Как же Трифальгина Не будет кричать Я согласен с тобой Но я не люблю Когда кричат Надрывая связки Вот понимаете Этого В этом спектакле Не было Особенно У таких актеров Боже мой Я не успею Это сказать Кларичи Нет Так Александра Шамшура Да Такая точная Такая Она играла Как вам спектакль В последнем Она В Моисея играла Нет Нет В Моисея Она не работала Вот И особенно Интересно Анастасия Мезенцева Там совершенно Вот такая Янусовая Такая Сюда хорошо Вот так вот Так очень здорово Я не знаю Я этот разбор Как-то очень быстро Закончился Поэтому Я поздравляю вас С премьерой Я желаю Что этот спектакль Жил Долго Добротный Качественный Хороший Спектакль Работайте Дерзайте Мы вас любим Спасибо Спасибо Приходите к нам На спектакль Всегда рады До свидания Спасибо Субтитры подогнал «Симон»